Привет, я Бенки. А вы знали, что мне недавно исполнилось три года? Даже шарики с дня рождения остались. Ну да, шарики уже, конечно, немножко подсдулись. А всё потому, что с моего дня рождения прошла уже целая неделя. Знаете, что самое странное? Я до сих пор не открыл свой подарок на мой день рождения. Поэтому сегодня я предлагаю вам это сделать со мной. Интересно, что мне подарили? А чтобы это узнать, нам нужно позвать Анжелику. Снова они закрыли эту дверь. А у меня короткие лапки. Ну как же достать до этой ручки? О, кто-то за дверью. Откройте. Ну чего, Бенки? Да? Ты готов получать подарок? И вкусняшечку готов получать, да? Да? Хорошо. Ну что, тогда дарим? Да? Хорошо, давай, пойдём. Ну наконец-то. Вот твой подарок. Смотри. Ты готов получать? О, коробочка. Я люблю всё, что в коробочках. Что же там внутри? Анжелика, там кто-то пришёл. Мы разве кого-то ждём? Я, по-моему, никого не приглашал. Бентли, вообще-то ты здесь не один живёшь. Спасибо. Какой большой пакет. Ммм, что же там внутри? Ну это точно должно быть мне. Потому что обычно все большие пакеты для меня. Как-то ты больно долго его открываешь. Давай я помогу. Осторожно, Бентли. Нос же придавлю. Так, так, так. Какая знакомая упаковочка. Я так и знал. Я так и думал. Это же огромная пачка моего корма. А мы его прямо сейчас откроем и устроим пир, да? Да? Нет, Бентли. Вообще-то это твоя еда. На целых два месяца. Ну вот. Опять не сниму собачий мукбанг. Собачьего мукбанга не бывает. Пойдём подарок лучше открывать. Всеми лапами за. Давай мне коробочку и уходи. Я буду сам снимать распаковку. Так, как же она открывается? Почему же до сих пор не делают коробочек лапа-френдли? Ладно. Будем действовать старым дедовским методом. Порвём её зубами. Какая-то она странная на вкус. Вот если бы делали коробочки со вкусом мяса, было бы куда приятнее их распаковывать. Кстати, пока я разбираюсь с этой коробкой, будь другом. Подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Ещё кусочек и ещё кусочек. Интересно. А все собаки любят грыз коробки? А кошки? Сплошное наслаждение. Ой, а подарок-то я уже достал. Интересно, давно ли? Так, что же это такое? Круглый, катается. Так, сейчас я попробую схватить его зубами, чтобы показать его вам поближе. Иди сюда, иди сюда. Да куда ж ты опять покатился? Да как же его подцепить-то? Правым зубом или левым? Стой, стой. Куда же ты? Ну нет, он укатился под шкаф. В общем, я слишком булочный, чтобы залезть под этот шкаф. Пойду-ка я гляну, что там в коробочке ещё. Стоп, стоп, стоп. Я что-то снова увлёкся этой волшебной коробочкой. Так, в коробочке больше ничего нет. Подарок закатился под шкаф. Что же мне делать? Анжелика, иди сюда. Мне нужна твоя помощь. Не пойду, ты же один снимать хотел. Да у меня подарок под шкаф закатился. И коробка эта манящая рядом. Я без тебя не справлюсь. Будь другом, помоги, а. Ну что такое, Бентли? Что случилось? Мячик укатился. Ну ладно, ладно, давай помогу тебе его достать. Спасибо, спасибо. А то я так разнервничался. Ты ведь знаешь, как я комплексую из-за своих коротких лапок, которые ничего не могут достать. Подожди, Бентли, ну это же не просто мячик. Смотри, он с клопочкой, видишь? Вот, смотри. Вот мы ее нажимаем, и ничего не происходит. И ничего не происходит. Неужели ты подарила мне сломанный подарок? Это самое грустное, что могло случиться на мой день рождения. Расстраивайся, Бентли. Возможно, там просто села батарейка. Там что, есть батарейка? Это что, мячик-робот? Так, о, смотри, устройство. Так. Действительно, батарейки нет. Смотри. И правда. Хорошо, я скажу за батарейкой. А ты пока никуда его не закати, пожалуйста. Я, конечно, постараюсь. Но ничего не обещаю. Слушай, Бентли, батареек нету тут совсем. Прости. Так, батареек у нас действительно нет ни одной. Но есть игрушка-рожа. Давай у него одолжим. Надеюсь, он не будет против. Ну, игрушку вторую бы тебе не ешь. Извини, я случайно. Так. А теперь. Раз. Два. Не пьешь. Три. О, уже начинает работать. Четыре. Ага, теперь надо совместить эти штучки. Будешь играть? Пять. Бентли, мячик готов. Ура, ура, ура. Будешь? Спрашивай. Да. Ну, давай же его сюда. Я так хочу поиграть с мячиком-роботом. Смотри, чтобы его запустить, нам нужно нажать вот эту кнопку. Раз, два, и мячик покатился. И куда же он покатился? Снова под шкаф? Эй, мячик, ты там как, жив? Анжелика, какой-то он странный. По-моему, я ему не понравился. И он не хочет со мной играть. Ну, раз ты не хочешь со мной играть, то я, пожалуй, пойду. Ой, ты вышел. Привет. Я Бентли. Ну, куда же ты опять? Я думал, мы с тобой подружимся. Анжелика, а с ним точно все в порядке? Катается туда, сюда. Какой-то он неопределившийся. И что же мне с ним делать? Ну, Бентли, это же мячик. Попробуй его поймать. Как ты обычно с мячиками играешь? Ну, хорошо. Сейчас я тебя поймаю. Смотрите, я справился. Ну что, поиграем в другую игру? Бентли, что, тебе мячик не понравился? А, смотри, мячик. Ну вот, смотри, мячик. Смотри. Да, 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 да. Ну вот, я снова поймал этот мячик. И что теперь? Покатился, да? Давай, лови его. Лови мячик. Ай, да, молодец какой. Я, конечно, понимаю, что тебе весело, но мне это уже порядком надоело. Я лежать. Мячик, лови. Лови мячик. Как же он выключается? Хм, может быть, если я выключу его, она наконец поймет, что мне надоело в него играть. И снова под шкаф. Ну вот и сиди там. А где мячик? Вот привязалась ты к этому мячику. Да под шкафом он, под шкафом. Слушай, у меня есть отличная идея. А давай сыграем во фламинго. Он хотя бы точно никуда не укатится. Опять ты. Да катись ты уже мимо, катись. Так-то. Так, что насчет фламинго? А мячик-то где? Ты сейчас серьезно? Может, тогда сама за ним побегаешь? А я посмотрю. Смотри, это мячик. А интересно, если я притворюсь жутко заинтригованным, она отстанет от меня? Смотри, это мячик. Вентли, Вентли, неси игрушечку, а игрушка где? Нет, мячик неси, давай отдай мне, отдай, хорошо, спасибо, мячик принеси, мячик принеси пожалуйста, мячик, где мячик? Мячик где? Где мячик? Где мячик? Где мячик? Нет, это пламинго, мячик где? Где мячик? Ну что, Вентли, как тебе подарок? Хороший мячик? А ты еще не поняла? Что ж, ребята, к сожалению, Вентли не очень понравился этот мячик, он относится к нему примерно как робот пылесос Только он мою шерсть не убирает Лучшая игрушка это та игрушка, в которой можно играть со своим человеком Правда, Вентли? Ну конечно! Хе-хе-хе-хе Вентли Абсолютно Вентли Субтитры сделал DimaTorzok